приветик ребятки котятки а с вами как всегда ваша дымчатая звезда и как вы уже поняли по названию видео сегодня мы поговорим о наших к в злодеях а именно расфасуем их от хороших злодеев до плохих хороших имеется в смысле прям злодейских злодейских а плохих злодеев неудачников приготовьте чайчик и печеньки приятного просмотра что ж я всегда говорила что плохой злодей это тот злодей о котором мы ничего не знаем и поэтому первым делом поговорим о них 10 место тут будут коты из сумрачного леса и всякие там бродяги да домашние что же начнем с умрачного леса сюда попали те коты о которых мы ничего не знаем а именно снега ухий гончи муравьятник скопа а также веснушка потому что она попала незаслуженно о перечисленных ранее кота мы ничего сказать не можем то есть они стоят на последнем месте так как злодеи из них не очень по логике если они попали сумрачный лес значит они злые но за что же нам их изуждать нам про них совершенно ничего не известно просто знаем что они должны быть злыми но что в них такого злого мы возможно узнаем в специзданиях если они будут про веснушку могу сказать лишь то то что единственный злой поступок ее жизни был то что она садила кленовнице за то что та предала свое племя и все за что она попала сумрачный лес неизвестно но раз она сумрачный лесу значит ее считают злодеем что ж теперь переходим к бродягам и домашним котам первые бродяги о которых я хочу поговорить это джем и все остальные бродяги из тайны чербатой мы можем считать их злыми из-за их грубой манеры общения из-за то что они напали на племя теней просто так думая что волна и ржавница держит плену да и в принципе больше сказать о них нечего и они не сильно злые по моему мнению поэтому они вместе с другими кандидатами занимают последнее место в этом топе что ж следующие на очереди домашние коты и сейчас мы поговорим о жаке и сюзане а также о чулке и рубинки что ж об этих двух хотя бы есть что сказать есть за что их осудить они нападали на лесных котов посягали на их территории взяли режимку в плен убили оруженосцы из племени теней и ход для злодеев они недостаточно гениальные но все-таки поступки у них довольно плохие поэтому они попали в этот топ а чулка и рубинки в принципе рассказать сильно нечего они просто унижали бича когда он был маленький и все и все квшники отсудили их именно за эти промахи хотя кроме травли бича они больше ничем таким сильно и не прославились их и злодеями это сложно назвать но в эту подборку они все-таки попали что ж теперь наконец-то перейдем к девятому месту на девятом месте у нас расположился бич думаю в этот раз читать описание персонажа я не буду так как это и так понятно как по мне обещать не только как персонаж ну и когда же как злодей так себе он какой-то шаблон про него нам мало что рассказали не понимаю людей которые фанатеют от этого персонажа но так или иначе он все-таки злодей думаю сильно рассказывать об этом персонаже нечего так как все его прекрасно знают но если ты в котах воителев новичок то коротко расскажу бич это кот которого не любили презирали в детстве над ним издевались но потом он стал супер мега крутым почти что уничтожил целых четыре племени напал на лес ну и все в этом роде и все-таки бича мы видели только в книге битвы за лес и в манге бич путь к власти и все больше о нем нам рассказывать нечего полюбили этого кота за крутую внешность из-за того что в книге его показали супер мега крутым воином который даже нигде не учился но самый сильный тем не менее больших злодеяний он не совершил да и умом он сильно не обладает поэтому он только на девятом месте итак на восьмом месте у нас расположился астролап те кто читал пророчества синие звезды знают его как гордого упрямого кота через чур самого влюбленного а также влюбленного в белогрибку после смерти попался мыши лес и считается злодеем но находится он всего лишь на 8 месте так как за ним прям таких злодейских злодейских поступков я не замечала разве что приказал когтилапу убить бича постоянно лезть в драку через чур жестокую ярость ощущал грозницы своего племени и так далее однако в суммешном лесу он показал себя с более злой стороны а именно на тренировках котов которые приходили смешивать чтобы улучшить свои боевые навыки многие коты после таких тренировок даже погибали поэтому я считаю что вполне заслуженно унесла этого кота в данную злодейскую подборку и правильно расположила его на восьмом месте что ж теперь переходим дальше так на седьмом месте у меня расположился соу все мы знаем соу как одного из самых гениальных котов а именно злодеев котах воителях а именно своей хитростью красноречием он смог расположить к себе племена и даже оказаться у властью племени теней из персонажа выходит неплохой злодей однако нам одним слишком мало рассказали в полную меру оценивать ситуацию он пришел не понятно откуда и ушел непонятно куда вот такой вот соу и так на шестое место я решил поставить кленовницу кленовница неплохой злодей показал свои злодеяния на убийстве множество котов мстила за свое оскорбление и своих детей хорошим злодеем показала себя в сумеречном лесу а также на великой битве однако минус этого злодея в том то что она не сколько шаблонная а сколько и история не до конца прописано что ли или вроде того в начале книги она нам показывается как беззаботная веселая кошка но после того как ее изгнали умерли ее дети ее придал яблочник она просто по щелчку превращается без жалостной машины для убийств мне кажется нужно было в более полную меру что ли прописать всю историю чтобы это было просто не одна секунда раз и готов новый злодей а чтобы она более подробно раскрыла свою внутреннюю личность тогда бы и злодея из нее получился более хороший ну возможно в историю можно было бы включить более такие резкие повороты неожиданные события а то она какая-то не знаю чересчур сильно шаблонная история любого злодея с более развернутыми событиями она была бы более интересным персонажем и так на пятое место я решила поставить коршуна о нем тоже сильно рассказывать не надо просто подчеркнем все его злодейство что же был излишне самовлюбленный чисто любив также пытался убить огне звезды пытался переманить ежевику на злобную сторону еще ему нравился звездоцапу главный злодей также он жестко прессовал материнку еще был злым-злым-злым сумрачном лесу и так далее как по мне он довольно хороший злодей так как ум у него все-таки есть он придумал план для того чтобы заманить огненько в лесу ловушку а также сделал ложный знак для того чтобы материнку сделали целительницы однако самый главный минус этого персонажа в том что он шаблонный хантеры просто пытались сделать злодея похожего на звездоцапа и они его сделали коршун это маленькая копия звездоцапа ну думаю об этом персонажа больше сказать нечего и так четвертое место уголек хоть этот персонаж сильно не отличается умом так как легко подался на уловки коршуна через чур сильно привязался к белке и поэтому чуть не совершил убийство целых трех котов также чуть не убил огне звезда ну и все вроде конечно нормальным злодеем его нельзя назвать только за тот инцидент с львиносветом воробьем астралиста и белкой однако в сумрачном лесу он более плотно так скажем заслужил свое место в злодейском топе а именно он умудрился чтоб его поперли звездного племени потом он каким-то чудесным образом завладел телом неживищной звезды и короче из-за него случился полный дрэш и если все-таки объединить все его качества обиды все инциденты с ним то все-таки можно назвать его неплохим злодеем конечно до идеального злодея ему не хватило множество качеств а также более полные прописанные истории тогда бы из него получился неплохой злодей ну а так он только на четвертом месте но все равно это уже неплохо что ж думаю третье место честно заслужил темнохвост этот кот также как и соу прославился своим красноречием и хитростью однако даже соу ему уступает в этом темнохвост помимо того что смог создать огромную шайку бродяга стать их лидером так еще и приманил свою сторону племенных котов а те устроим в своем собственном племени перешли на сторону темнохвоста этот год очень ловко придумал называть своих подручных котов семьей тем самым располагая их симпатию к себе все они ловко шли на его уловки и власть темнохвоста росла таким образом он бы без труда смог захватить все племена однако его я же батя 1 звезд вовремя одумался и смог исправить свою ошибку думаю если бы 1 звезд принял дымочку темнохвостиков племя то ничего этого бы не случилось и темнохвост возможно стал бы хорошим преданным воинам ну что случилось то случилось темнохвост прекрасный злодей и определенно заслуживает это место а серебро нашего злодейского топа честно занимает звезда цап один из главных злодеев за всю историю котов воителей безумный гений с идеально продуманными планами да это все звезда цап мне кажется нет ни одного квшника который бы не знал этого персонажа который простал со своей жестокостью и властолюбием многие другие злодеи хотят быть на него похожи но еще никто не сравнился с ним каждое его злодейство продумано до мельчайших мелочей он хитер умел и красноречив одними только словами располагает к себе ну и конечно же он красавчик на нем лежит вина за множество убитых котов и убийством всех этих котов он убивался лишь одной цели власти что ж но он ее безусловно добился хотя пролежала она в его лапах недолго он совершил главную ошибку всей жизни приведя печа в лес и за это воплотился своей собственной жизнью как по мне звезда цап безусловно заслуживает это место в нашем злодейском топе что ж а теперь переходим к нашему золоту что ж а первое место в нашем злодейском топе безусловно занимает звездолом не столько разноречив уменный продуман как звезда цап но все же очень жестокий тем и заслужил первое место по вине звездолома множество котов погибли племя теней оказалось на дне почти что полностью забыв о чести и воинском законе он изгнал племя ветра из леса также самое ужасное преступление которое считаю он заставлял ути в бой котят из-за этого они погибали так и не успев прожить нормальную долгую счастливую жизнь даже после того как его изгнали из собственного племени он продолжал свою злодейскую деятельность грозом племени помогая звездоцапу напасть на его собственное племя чтобы убить синюю звезду также продолжил свою злодейскую деятельность умрачном лесу звездолом один из самых ужасных персонажей но самый лучший из злодеев тем самым и заслужил свое первое место в этом топе властолюбивостью кровожадностью и жестокостью готов был ути на все ради того чтобы оказаться на верхушке и управлять и у него это получилось но если бы он был поумнее и более тщательно продумывал все свои злодейства то не потерпел бы такого резкого поражения думаю вы все согласитесь что я честно дала ему первое место ну что ж ребятки надеюсь вам понравилось это видео я конечно же не претендую на то что все согласитесь с моим мнением так как она учится субъективно буду рада если вы выскажите в комментариях что вы думаете насчет этого видео что ж всем спасибо за просмотр а с вами была дымчатая звезда до новых встреч и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok